Меня зовут Настя. Я особенный ребенок. Мечтаю стать биологом-фармацевтом и изобрести лекарства, чтобы никто больше не болел. Новогодние послания о себе и своих мечтах написали Деду Морозу дети с ограниченными возможностями здоровья. Помощниками доброго кудесника стали студенты и преподаватели МАГУ. Они провели акцию «Волшебная йога» второй год подряд. Дети с особенностями в развитии из различных организаций подготавливают для нашей елки новогодние игрушки, всяческие творческие игрушки. В этом году были особенно красивые, особенно креативные. На этих игрушках дети пишут свои новогодние заветные желания. В проекте «Волшебная йога» в этом году принимали участие жители Мурманска. Они заходили в университет и выбирали себе с помощью новогоднего шарика подопечного, чью мечту они могли осуществить. Но главные волшебники – это, конечно, преподаватели и студенты. Кому Нового года и Рождества – это большое волшебство. И организуя всю эту акцию, я чувствую большую радость, что я приношу счастье другим людям. Преподаватель Елена Галишникова, рассказывая об акции, не может сдержать слез. Письма детей трогают до глубины души. Один мальчик, например, написал, что он не умеет читать и писать, но зато он знает некоторые куплеты песенок. И у него мечта – спеть песенку в настоящий микрофон. Девочка, она хочет очень научиться прыгать, играть в классики. Но прыгать она не умеет, поэтому ей очень нужен тренажер для того, чтобы развить вот эту прыгательную силу. Не спешил бы Дед Мороз к нам через ух-кабы, лед на речке мне замерз, кабы-кабы-кабы. Лед на речке мне замерз, кабы-кабы-кабы. На встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой пришли руководители и волонтеры общественных организаций, помогающих детям-инвалидам и их родителям. Пандемия не позволила увидеться ребятня с дедушкой лично, но добровольцы передадут им подарки. Это действительно волшебство, которое несут студенты, преподаватели и их помощники нашим детям. Конечно, это поднимает новогоднее настроение. И эта акция, то чудо, которое позволяет верить в наше тяжелое сегодняшнее время, что есть люди неравнодушные к чужим проблемам, к чужой жизни. И это очень трогает. Мамочки наши, родители понимают о том, что они не одни, что о них думают, помнят и хотят участвовать в их жизни, и что не так все плохо, как кажется на самом деле. Конечно, это большая, огромная поддержка и огромная благодарность университету. Это уже не первая акция, которую они проводят для нас. Почти 150 заветных детских желаний исполнились в этом году. Общественники в знак признательности и поддержки инициатив вуза вручили волонтерам МАГУ памятные грамоты. Лада Егорова, Татьяна Лежняк, ТВ21+.